Если небо встанет, будет плохо. Смотрите, какой у нас шикарный камуфляж. Прям зачетный камуфляж, прям класс. Думаете, вы просто барпер, ребята, повредил? Нет, ребята, не просто. Я оторвал себе, как вам сказать, заднюю часть. Смотрите, пролазит палец по всему периметру. Короче, жопа полная. Не вот, конечно, станокая, но это жаль. Итак, ребята, начинаю. Смотрите, от машины отошли. Я копнул для проверки здесь сигнал, но я его не нашел. Что у тебя? Царь? Да ладно, серьезно, что ли? Во, ребят, смотрите. 76-й год. Вот это, да. 76-й год. Да, 76-й год затеркал. Затеркал. Но факт в том, что второй, который я сигнал тоже копнул, я видел круглый. Вот такой вот Екатериновский пятак. Первый раз коснете так? Это у нас ручки. Рубинка. Собственно. Вот, ребята, и дождались. Град. Смотрите, на капоте град лежит. Прекрати. Прямо град с горох, ребята. Видите, да? Горох. Итак, ребят, почти доехали. Приехал я, правда, один пока. По дороге Костяныч едет. Но он на пузатерочке едет. И я вот решил его подождать. Потому что здесь прошли сильные дожди. Чернозем. Жирная земля. И я думаю, стоит подождать. Наверное, придется его на буксире за собой тащить. Те пацаны, которые приедут чуть позже, они к вечеру. Я думаю, все выветрится и доехать они без проблем доедут. Но в данном случае я буду Костяныча ждать. Доедем? Не знаю. Вы все увидите и узнаете. Ребят, приехал Костяныч. И вот сейчас мы дорогой. И, короче, это. Я вон туда прошелся посмотреть, какая жишка. И на распашечке, смотрите, ребят, что нашел. Вот такой вот камушек. И это явно от перстня. Явно от перстня. Видите, есть. Кусочек то ли клея, то ли позолота. Вот. Но если это от старого, старинного перстня, то камушек должен быть драгоценный. Вот. Я там пометочку, в принципе, для себя поставил, где я его нашел. Вряд ли можно найти перстень. Мало ли, за многие годы разнесло его. Но все равно, примерно я знаю, где-то вон там он, в той области. Рубин – один из самых популярных драгоценных камней в мире. Известный своими насыщенными оттенками красного цвета. Ярко-красный, фиолетово-красный и темно-красный. Встречается, как и алмазы на всех континентах, исключая Антарктиду. Главные страны-экспортеры – Таиланд, Мьянма и Шри-Ланка. Наиболее ценными являются азиатские рубины. Особенно камни света голубиной крови, чисто красного цвета с фиолетовым оттенком. Ограниченное количество и огромная популярность делают их чрезвычайно дорогими драгоценными камнями. За карат рубина высокого качества на мировом рынке придется заплатить около 15 тысяч долларов. Пуза-терочка идет. Колеса забились. А проехали, наверное, всего-навсего метров 300. Нет, так дела не идет. Надо на тросики. Ну что, ребят, приехали. У меня машина закипела. Тасол весь наружу. Жижа, говно, хрен пойми. Тяжело тащить. Ту затерочку, у которой задние колеса полностью заблокированы и не крутятся. И вот Костяныч очищает, хоть немного облегчит труд. Нимушки. Нам доехать вот до этого лесочка и потом по бровочке поедем. Кинку уже у меня устал. Выпускать не выпускаю. Вот по такой грязище ходить. Так что я думаю, доедем хотя бы вот до этого лесочка. Здесь осталось-то метров 10. Надо, надо. Серега на своей Ниве только к обеду приедет. Ну, пожелайте нам удачи. Ребят, съехали с основной трассы и вдоль березок. Вот, поехал. Смотрите, какое говно накрутило, блин. Да, тебе нужно колеса немножко почистить. Блин, у меня грязище, аж, блин, сюда залетело. Чего? Ай? Опять забилось? Нет, как он был, так он и есть. Я юзам ехал. Зато пацанам дорогу протоптали. Я думаю, они без проблем дают. Ребят, полная романтика. Находимся вот в такой вот лесополосе. Я говорю, романтика полная. И ждем, ждем пока машина, наш трактор остынет. И будем выезжать снова на дорогу. Потому что дальше по Клее проехать невозможно. Бревно прям свежее, тяжелое. Тем более, оно полностью не обвалилось. И надо будет меня сейчас в этот прогал как-то заехать вот под таким вот углом. И выезжать уже снова по проселочной такой дороге. Там вот здесь уже, к сожалению, не проедем. Объявили желтый уровень опасности. Идут грозы. Даже град. Не знаю, куда нас несет. Если мы сейчас с трудом проезжаем на Коп. Что будет сегодня, завтра и послезавтра. Потому что три дня прогноз погоды показывает дожди. Мы же премся. Заночуем. На неделю. Точно на неделю. Ребята, осталось совсем чуть-чуть. Вот с этой низинки спуститься. И там уже будет деревня. Едем мы очень долго. Ребята, этот промежуток от трассы до деревни занимал раньше по сухой дороге, ну, наверное, минут пять. Мы же едем уже два с половиной-три часа. Машины, как вы видите, жесть. Уже заправляю воду. Тосол весь кончился. Это раз. Во-вторых, там пришлось мне на трассу его дергать. В яму провалились. И, смотрите, оторвал нахрен себе бампер. Бампер чертовой матери. Ну, а Яндекс.Такси уже цвет приобрел черного. То есть не беленький, как раньше был, а грязненький. Вот так вот. Яндекс.Такси доедет куда угодно, доставит в любую точку. Но, конечно, на сцепке на Ниве. Там Костяныча не видно. Костяныч! Ты меня видишь? Да, я тебя не вижу. Сидит, кайфует там в интернете. Едет вагончиком. Кайф большой. Вот, осталось еще немножко. Я думаю, в течение полчаса доберемся. Жалко, конечно, печально, что оторвал бампер, блин. Надеюсь. Хотя надеется, маловероятно, сразу видно ли это там. Крепеж, наверное, оторвало или лонжерон. Что-то в этом роде. Потому что дернул за крюк и вылетел бампер. Жалко, печально. Вот, ну, машина у меня пока живет, пока дышит. Вот. Все, Серега выдвинулся. Как жопой вычу его. Итак, ребят, начинаю. Смотрите, от машины отошли. Я копнул для проверки здесь сигнал, но я его не нашел. Что у тебя? Царь. Царь? Да ладно, серьезно, что ли? Серьезно, копейки, да. Во, ребят, смотрите. 76-й год. Вот это, да. Марипатина какая. Да, 76-й год затерты. Затерты. Да, видишь, затерты. Но факт в том, что второй, который я сигнал тоже копнул, я видел круглая. На ней только что сидела кенгуха. Надеюсь, я сейчас ее быстро отыщу. Где-то здесь. Где-то здесь. Вот она. Да, это пятак. Старый образец. Год 30-й. Вот так вот, ребята. Трава, в принципе, высокая. Да, видите. Только что в прямом эфире. 800-й веник. И в прямом эфире, грубо говоря, ванквиш. Откопал первый сигнал. Прям, ребят, вот-вот. Вот фундаменты. Тот взорванный, этот нетронутый. И этот взорванный. И меня интересуют вот именно эти фундаменты. Мы сразу целенаправленно сюда приехали. Не знаю почему. Но именно на этот порядок фундаментов меня тянет. Надеюсь, что-нибудь интересное будет. Итак, ребята. Немножко крутимся вокруг фундамента. Находки здесь, в принципе, вот такого характера сопутка. Это у нас, как вам сказать, лампадка. Вот, было. Не каждый мог позволить себе такие вещи красивые. Вот. Костяныч здесь ложечку поднял. Я вам не показывал. И сейчас. С узором. Выпала. Ребят, ладанка. Вот. Узорчик я вам показать не могу. А, хотя проглядывается. Да, проглядывается. Да, проглядывается. Ну, давай, брызги. Посмотрим. Так что фундамент он тронутый. Тихо, стой. Что это ты, блин? А, я ладанку нашел. Ребята, глазами ладанку нашел. С брызги. Костяныч, ёшкин кот. А я здесь не ходил. Я глазами нахожу, Костяныч. Вижу. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Ребята, глазами, глазами. Думаю, мне вот когда хожу, и мне мерещится постоянно круглый. Даже вот на гражданке хожу, блин, круглые вещи смотрю, наблюдаю, ёшкин кот. И вот, смотрите, глазами только что ладанку нашел. Офигеть. Нонсенс, нонсенс. У меня тоже, кстати, рельефчик какой-то. Да, есть, да. Вот, два святых вот на этом месте. Фундамент битый, смотрите, видите. Но, как перспективы этого фундамента можно оставить. Потому что, как бы, ну, верховые находки, верховые. Вон, там нескольких святых. Ох, я охренечу, риск. Да, там нескольких святых. Да, да, да. Вот. Но у меня пока два святых. А у меня один, одна вернее. Вот, самое главное, у меня с ушком зачетно. А у него потолще металл. У меня, может, с ушка и не было, она в этот, медалинчик ставилась. Не знаю, вряд ли. Прямо, я не знаю, такую, блядь, с ушком ёшкин кот. Вот, надо её положить куда-то, а то сломаю. Ребят, только что показывал. Убитый напрочь. Да, это Николаевская копейка. Затёрта, убита. Ямочка, смотрите, вот такая маленькая. И кто-то бросил фундамент. По засыпке я вижу фундамент хороший. Я сразу Костянычу сказал, оставим его на перспективу. Обязательно сюда вернёмся. Вот. Костяныч его начал разрабатывать. И вот две находки вот с этой маленькой ямки. Зачёт. Плюс третий он там на выбросе. Так что у Костяныча уже два царя. Два царя плюс ложечка. Ну да, хорош, хороший фундамент. Мне кажется, даже вот это всё лабуду, вот это всё лабуду, надо будет потом, я не знаю, углубляться. Они не углублялись они? Нет, они здесь снимали на штык лопаты. Вот, такая вот ложечка. Интересно то, что здесь вот ручная работа. Сами делали. Плюс она ещё посеребрённая. Была. Да, была. Может, пробы есть? Нет, пробы не делали. Это посеребренно, гальванический способ. Вот такая ложечка. Зачёт. Что, зачёт? Находки есть? Жарко. Дождём пока не пахнет. Обещали. Не надо. таскать. Блин, достаточно уже натаскал. Ребята, у нас Серёга подъехал. Буквально час, час нужно было подождать. И он говорит, спокойно проехал даже по лужам. Там ехал, резвился по лужам. Я зашёл здесь. Там одни пока пробки. Ну, был крик-восторг из соседнего фундамента, где шурфит у нас Костяныч. Мы всегда разбегаемся по разным фундаментам, чтобы найти достойный. И Костяныч Джага-Джага станцевал. Говорит, блин. Шестой. Ой, какой хороший достаточно. Вот такой вот Екатериновский пятак. Первый раз Катин пятак. Это всё дело в лопате. Да. Лопату на отвинтил у Паши Клопакова. Махнули не глядя. Да, махнули не глядя. Вот такой зачётный, классный рельеф. Хороший. Хороший пятачок. Ну, что, Костяныч сегодня отыграл. Клопакова. Зачётно. Ребята, здесь вот я копал копеечку. Поднял в 27-м году. И я не заснял. А Кинг, вот сюда вот морду сувал. Прям сувал. Да вот так вот, как сейчас. И пытался там что-то найти. Вот и сейчас тоже. Что-то пытается, там ищет. И вот из этой ямки Костяныч вытащил сейчас Екатеринский пятак. Видишь, там ещё один, походу. Да, там, походу, это ещё один. Костяныч пятаками будешь делиться. Он тебя, видишь, показывает, где, блин. Вот так вот собака-хладоискатель. Чумазый грязный. Ветер оттуда, там гремит. Вон там он тоже гремит. Предупреждали жёлтый уровень опасности. Они вон спрятались сурки. Сурки, ребят, здоровые. И гиря здесь смотрят за ними. К нам подъезжали гиря. Насчёт сурков спрашивали. Не гоняйте вы наших сурков. Кингуха, пошли в другом месте искать Костяны пятаки. Пошли. Пошли. Так что ходим, ходим, бродим, пока ничего интересного не находим. Итак, ребят, наконец-то, наконец-то фундамент дал монетку. Там я всё, он уже начал забрасывать. Через полштука уже материк идёт. Подрезаю стенки. Не прозванивая, ребят, не прозванивая, выпала вот такая-то монета. Что за монета, не знаю. Вместе с вами сейчас будем смотреть. Пока не знаю. Не знаю, что это за монета такая страшненькая, подубитенькая. Ну, по размеру подходит Александр Второй, царица полей. Да, вот полоска, по-моему. Вот так что это Александр Второй. Ладно, у меня сегодня первая медь. Итак, ребята, помните, я вам говорил про жёлтый уровень опасности? МЧС предупреждал. Первая волна прошла. Вторая волна прошла. Третья. Вот здесь, но она нас минует. Там он четвёртая. И чернота. Видите, да? В общем, не зная, ветер сменился. А теперь в нашу сторону дует. И вот именно вот эта и вон та нас точно накроет. Так что очень жалко. Придётся нам сейчас. Но вынуждены поехать. Сидеть у костра, но в надежде, что дождь пройдёт мимо. И употреблять горячительные напитки. Тут уж мы не виноваты. Матушка природа такая. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА